Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами об основном обмене веществ. Чаще всего люди задумываются о нем тогда, когда настроены похудеть, стать стройнее, либо когда врачи сказали, что надо сбросить несколько килограммов для здоровья. И, конечно, в первую очередь, что приходит на ум, жесткие ограничения питания, диета и очень невеселые перспективы. Но все это можно сделать гораздо легче, если понимать механизмы, как в организме настроены. Итак, давайте разберемся для начала, откуда же у нас появляется лишний вес. Любая пища, которую вы съедаете, несет с собой энергию. Она может быть в большом количестве, либо в меньшем. Это белки, жиры и углеводы. Больше всего энергии, конечно, нам дают жиры и углеводы. И, соответственно, больше всего жиров и углеводов может отложиться в виде жировых запасов в нашем теле. Очень важно, когда вы едите, чтобы баланс между жирами, белками и углеводами был соблюден. Есть и такие удивительные продукты, затраты на переваривание которых превышают ту энергию, которую они дают. Например, капуста. Поэтому, когда говорят, что нужно худеть, действительно нужно есть капусту, потому что вы гораздо больше потратите сил, переваривая ее, чем получите энергию из этих капустных листков. Но, согласитесь, не все готовы есть капусту три раза в день и оставаться только на такой жесткой диете. К тому же, ни к чему хорошему это не ведет. А ведь жесткие ограничения в питании приводят к тому, что организм после того, как вы прекратите сидеть на диете, рикошетом наберет обратно все сброшенные килограммы. Потому что он помнит, что он голодал и будет бояться, что в следующий раз может столкнуться с такой же проблемой. Поэтому нужно запастись жирами. Именно с этим связано то, что люди после того, как сбросили какую-то массу тела, потом ее обратно все набирают. А иногда даже слегка вой. Это просто организм боится или запасает про запас. Поэтому очень важно, чтобы вы правильно подошли к этому вопросу. Изменили образ жизни, а не просто похудели к Новому году, чтобы влезть в свое старое платье. Нужно изменить привычки питания, добавить больше клетчатки, овощей, мяса. И уменьшить количество свободных легких углеводов, таких как белый хлеб, сладости, сахар, шоколад. И даже мед. Несмотря на то, что он полезен, большое количество его, конечно, ведет к тому, что он может накапливаться опять же в виде жира в организме. Так вот, вся пища, которую вы съели, поступила в организм, разложилась на белки, жиры и углеводы и их сосалась. Если в течение дня вы тратите столько же энергии, сколько съедаете, то у вас будет держаться вес. Если вы тратите энергии меньше, чем съели, будут откладываться жировые запасы. Если вы тратите больше энергии, чем съедаете, организм будет тратить тот жир, который у него есть, на обеспечение основного обмена. Таким образом, что нужно сделать? Либо меньше есть, чтобы похудеть, либо больше двигаться, чтобы не менять режим питания, но при этом все равно сбрасывать килограммы. Согласитесь, это достаточно сложно настроиться на этот процесс, и поэтому хочется себя чем-то побаловать и помочь, поддержать организм. Если вы настроены на детоксикацию, на очищение, на похудение, вы большой молодец, вы уже сделали самое главное. В голове создали себе эту цель, эту мечту и идете к ней. Но иногда бывает на этом пути трудно, поэтому нужны помощники. Я представляю вам аюрведический баз. Это веда детокс и глюковеда плюс. Те баз, которые работают с углеводным и жировым обменом. Как вы уже поняли, это самые главные источники энергии и, соответственно, главные источники лишних килограмм на нашей с вами талии. Поэтому нужно работать с жировым обменом через веда детокс. Понятно, что вы изменяете питание, меняете образ жизни, но облегчить этот процесс, нормализовать жировой обмен, помогает веда детокс. Большим плюсом является и то, что при усваивании жиров будут образовываться полезные жиры. Это липопротеиды высокой плотности, а холестерин и липопротеиды низкой плотности, которые способствуют образованию атеросклероза в организме, будут уменьшаться. Таким образом, риск атерогенности понижается, то есть риск атеросклероза и его осложнений в виде инфарктов, инсультов и тромбозов гораздо меньше при приеме геододетокса. Но не забываем, что это все работает с жировым обменом. И таким образом, еще будет и нормализован жировой обмен с пищеварением, а следовательно, вам легче будет худеть. Следующее это глюковедоплюс. Глюковедоплюс работает с углеводным обменом. Это работа с поджелудочной, железовой профилактикой, сахарного диабета первого либо второго типа. В основном, конечно, второго типа, но у нас есть отдельная тема, там вы можете ознакомиться с этим подробнее. Так вот, глюковедоплюс нормализует углеводный обмен. Следовательно, те углеводы, которые вы употребляете, не наносят такого взда здоровья, которое могли бы. А еще очень важно, что глюковеда меняет вкусовые пристрастия. Если вы привыкли баловать себя чем-то вредным, жирным, но сладким, например, то глюковеды изменяют пищевые пристрастия в сторону полезной пищи. Вам хочется больше овощей и меньше шоколада. И в результате этого процесс похудения также становится легкий. Не надо питать иллюзии. Нет волшебной таблетки, которая все сделает за вас. Но если вы решили и хотите идти к своей цели, то ведодетокс и глюковедоплюс это именно те помощники, которые помогут эту цель достичь и не бросить все по дороге. Немаловажно и то, что ведодетокс является очищающим вас. То есть вы очищаете организм через все очистительные системы. Это немного через дыхание, через желудочно-кишечный тракт, через мочеводелительную систему и через кожу. Следовательно, когда вы будете худеть и ваш организм будет немного зашлакован, у пота появится более едкий запах, у кого-то появляется запах изо рта, потому что идет процесс распада жиров в организме. Вот это все нужно выводить и очищать. Конечно, ведодетокс делает это гораздо мягче и вы не будете испытывать вот этих неприятных моментов от похудения. И, следовательно, организм будет все время очищен, что, конечно, немаловажно. Поэтому, если вы идете к своей цели, хотите быть стройным, здоровым, то, конечно, помощники видеоэруидических базов всегда у вас рядом. Для того, чтобы быть очищенным, крепким, здоровым и стройным, глюковедоплюс и ведодетокс.